ребята всем привет вы на канале роман гол напоминаю наш по прошлому видео что я купил автомобиль в тульской области поехал в москву отдохнул предстоит долгая дорога в новосибирск три с половиной тысяч километров почти что к сожалению у меня возникли проблемы которых я никак не ожидал совсем с неожиданной стороны есть такое приложение вот в телефоне называется блаблакар сервис попутчиков поиск попутчиков то есть попутчики оплачивают водителям топлива и соответственно водители их довозят до по пути своего следования куда они едут допустим я указал масс с москвы еду в новосибирск и по пути моего следования кому по пути со мной тот может зайти с забронировать там поездку и сам со мной списаться и поехать со мной за компанию нашелся попутчик значит парень с москвы до уфу его надо было без проблем у кей забронировал поездку мы с ним встретились с утра выехали из москвы но к сожалению в районе чебоксар кажется город новый чебоксар там называется самый ближайший на посту на трассе у нас возникли проблемы к сожалению видеоматериалы я потерял флешку куда-то задевал не смог найти значит этих событий ну там особо ничего не было такого значит остановит инспектор меня вы знаете как бы как я конспектором принципе нормально отношусь без проблем то есть здравствуйте здравствуйте документы пожалуйста все увидел что у меня видеокамера включена вот на которую еще снимаю то есть она как бы в салоне прикручена где именно место регистратора и направлено на меня такой у вас камера между прочим у инспектором тоже камера снимала потом я выяснил ну да камеры камера окей все документы пожалуйста договор купли-продажи птс свидетельство о регистрации все пожалуйста выйдите пожалуйста из машины инспектор говорит это пожалуйста выхожу из машины беру камеру с собой ну я блин блогер я снимаю перегон снимаю свои путешествия свои приключения и разбавить там видосик разговором с инспектором ну как бы ну вы видели да кто смотрел перегоны там рожеровер бмв перегонял были до момента такие ничего в этом критичного не вижу выхожу он у с камерой выше так ну все тогда если с камеры вышли сейчас буду оформлять хотел предупреждение прям вот это так так и говорит мне сейчас буду оформлять тогда в итоге значит в чем проблема я такой причина остановки я этим не занимаюсь причина остановки я показал документы мне как бы не сложно в итоге причина остановки я так понял там была никакая просто а потом человек человек инспектор увидел сзади что у меня не горит подсветка номера вот и да и он говорит хотел вы сделать предупреждение просто ну так как вы снимаете на камеру сейчас буду оформлять да пожалуйста оформлять в принципе 500 рублей я там прям на посту мог заплатить если этот кассовый аппарат есть как бы неприятно но и чё поделать все зовут меня на пост я говорю а там тоже снимать можно да можно все ставлю камеру это опять не нравится я не знаю что такое что с камерой такое все что камера такая с людьми делает ничего страшно я то есть никакой агрессии там нет все документы представляю все вежливо как бы разговариваю потом значит через некоторое время я наткнулся на видос где тоже блогер который специализируется именно по работе с инспекторами там гаи в том числе еще раз я инспектор ДПС Михаилов, документы, пожалуйста Михалыч? 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 Михаилов, Громик. Да, Громик. Он приезжал просто на этот пост тоже с камерой и там был совсем другой разговор нет я не понимаю вообще нет запрещать будешь дома как говорится вы же останавливайте машину чтобы номера там у них не пачкались протирать просто а я пакет раз здесь повесил и протирать доехал снял дом и все номер чистый что еще надо и по моему к этим же даже инспекторам приезжал По базе у меня и компьютеру. О, погодишь, посмотрите у вас. А? Посмотрим. Вода есть. Да. Форма. Опа. Здравствуйте. Здорово. Делектроник. В ГПС, значит, там парень все был. Все нормально. Возможно, поэтому у них как бы осталась желчь какая-то на блогеров, на тех, кто снимает. Не знаю. Значит, в процессе оформления составляют протокол, а типа с кем едете, что за парень? Я говорю, попутчик с Блаблакар. Как бы без задней мысли. В общем, инспектор очень сильно оживился, когда узнал, что это попутчик Блаблакар. Говорит, беги, бери показания. Этот второй, в общем, напарник побежал, пока я стоял, брать показания. Чик-чик, короче. Они его заводят, моего попутчика, в другую комнату, уже допрашивают, составляют там сразу материал. Я такой не в понятках, что происходит вообще, что случилось? Значит, оказывается, они мне оформляют незаконную коммерческую деятельность, незаконную предпринимательскую деятельность. Статья, кажется, 14. Ну, вот я здесь все подпишу вам. Я вообще офигел, если честно. Еду с попутчиком. То есть, говорит, ты не ИП, а берешь деньги с людей. Вот, пожалуйста, мы тебя сейчас и оформим. Сейчас будете доставлены в отдел. Ну, с человека сейчас показания снимем и отпустим его. Ну, с попутчика с моего. Я вообще в шоке. Значит, я слышал, что на постах, если по блаблакару, там, кто везет, ну, отзывы уже тоже читал. На постах бывает проверяют, ну, то есть, досматривают пассажиров. Ну, потому что, по сути, там, незнакомцы, какого-то навезешь. Ну, как бы я к этому был готов, без проблем досматривайте. То есть, никакой провокационный контент мне не интересен. То есть, я, и даже если бы, там, досмотр какой-то попросили, там, сумку показать, вообще без проблем. Я ничего, ни от кого не прячу, как бы, и никаких законов не нарушаю, не хочу нарушать, по крайней мере. В общем, берет с человека показания. А попутчик, как его? Мы приехали на заправку. Я говорю, ну, то есть, он хотел мне деньги дать. Я говорю, да он, бензом не плесни. Как раз, примерно, сумма на бак бензина. Он мне, значит, заправил бензина, и все, и мы поехали. Ну, то есть, он мне уже заправил деньги. То есть, он свои деньги, получается, уже вложил в свою поездку. Его сейчас снимают. Представляете? Просто на трассе. Я не знаю, куда он делся, как он добрался, потому что у меня у самого голова кипит. Меня везут сейчас, там, в РОВД, или как это там их называется, в отдел именно полиции уже, оформлять. Че там, чтобы ничего не подбросили. У меня, ну, просто, если честно, я в шоке. Там, звоню Сереге, оператору, говорю, так и так, такая движуха. Не знаю, только что, если что, не теряй. Ну, как бы, говорю, все как есть, потому что никакого злого умысла у меня не было. Нарушать закон я не хочу, и не хотел, и вообще, зачем это надо? То есть, из-за каких-то там копеек, да, под какую-то статью попадать. Никакой коммерческой деятельностью я не планировал заниматься. У меня не мигра-автобус, я еду на легковушке, просто пацана подбросил. Грубо говоря, там, в Блаблакаре я его нашел на дороге, взял, какая разница. Тот же этот инспектор, че он ни разу ту же там тещу свою на дачу не подвозил. Она ему что, бензин не заправляла? Или соседа какого-нибудь, или, не знаю, там, грубо говоря, там, сосед, да, ну, если там, не родственник. Просто сосед говорит, там, мне вот в соседнем городе надо посмотреть машину, ищу себе машину. Ты говоришь, ой, я как раз туда еду. Ну, все, давай тогда скатаемся вместе. Ты по своим делам, я по своим бенз пополам. Все, это статья, что ли? Я не могу понять. То есть, опять же, я не то, что там против полиции, или против законов. Как бы для меня немного, у меня основная претензия какая? Что я беру телефон, открываю официальное вот это App Store, да, или Play Market, там, на Андроиде. Скачиваю официальное приложение Блаблакар, использую его по назначению, то есть, по прямому его назначению. Ни как-то там ничего не взламывают, и меня за это оформляют, и, то есть, впоследствии потом будут судить. Так, ну, ладно, это я уже вперед забежал. Значит, мы, значит, с человека взяли показания, я настоял, я, ну, ему сказал, как бы, его-то там оформляют, как им надо. То есть, они с ним на, типа, на дружеской волне, и подсказывают ему там, как им. Я ему единственное сказал, ты скажи, что ты мне бензо заправил. Значит, его отпускают, опять же, напомню, это трасса, это был уже поздний вечер, где-то, наверное, часов 9 вечера. Ну, точно не помню, но темно было уже. А, ну, я человеку, кстати, деньги отдал, уже наличными своими деньгами. Ну, потому что, он говорит, у меня, как бы, прям тика-в-сику все рассчитано, даже особо на еду денег не было. Как, что, что делать? Ну, как бы, я ему деньги отдал. Инспектор у меня забирает документы, и мы, я в сопровождении, значит, гаишной машины еду в отдел, в город Новочебоксарск, в РОВД. Преступника везут, внимание, внимание, целая полицейская машина, инспектор везет преступника в РОВД, доставляет. Кстати, мы когда ехали, я посмотрел, у него тоже наполовину не работала подсветка номера. На Тойоте Авенсис, патрульная патрулька Тойота Авенсис, года 2006-го такая, тоже едет человек без, наполовину, одна лампочка горит, вторая нет. Я не знаю, за это как предупреждение ему надо было выписать или как. В общем, доставляет в отдел, передает меня в РОВД уже, в дежурную часть. Перевозку пассажиров? Ну что, надо разрешение? Ну, как? Перевозку, получается, в паре лицензии, а вы все, с перевозчиком пассажиров. Ну вот вы, вы водите на своей машине людей, у вас есть лицензия? Например, такси возят людей. Нет, я не такси. Это приложение так работает. А деньги имеются. А я не за деньги, я за бензин вожу. Ну, то есть то же самое. Мотороплата есть, есть деньгами, есть... Вот, не знаю. Так? Не знаю. У вас получается, что оплата производилась? Ну, оплата... Мне просто бензин залил человеку все. Я не знаю, как это, оплата, не оплата. Я понимаю, спасибо, если бы вы везде не увезли. Потом я уже после этой истории, когда порылся в интернете, почитал, оказывается, меня это возмутило еще больше. В общем, наши полицейские доблестные, служители отечества, служители родины, защитники наши, они, значит, заходят в Блаблакар, кажется, там была Московская область, ну, вот я тоже вставлю скрин вам, заходят в Блаблакар, бронируют поездку и делают так называемую контрольную закупку. То есть приезжают к человеку навстречу, ну, то есть все приехали. Это, кстати, тоже звоночек не только водителям, да, в Блаблакар, но и по путчикам, допустим, вы приехали, если могут, может приехать полиция, сделать контрольную закупку, и ваша поездка просто не состоится. Так вот, как происходит контрольная закупка? То есть на месте они передают меченые деньги, потом набегают понятые, все оформляют. Внимание, машину забирают на штрафстоянку, как вещдок в деле. То есть, по идее, по коаповской теме, особо, ну, несерьезной, да, по идее, вообще из пальца высосанной, машину-то нафига забирать? Просто для устрашения, или, не знаю, для того, чтобы человека вывезти, как из морального состояния. Забирают машину до суда. Естественно, будет суд, об этом позже. Оформляют, значит, человека также, везут в отдел полиции попутчики, которые там собрались, которым ехать надо. До свидания там, идите куда хотите. То есть это конкретно, и наш этим доблестным полицейским, прям с большой буквы, им делают галочки себе. Вот раскрыли преступление, такого вот преступника поймали. Просто вообще слов нет. Но у меня ситуация немного другая. Тот случай, который я видел в Московской области, кажется, был, а тут, как бы, город Новочебоксарс. Кстати, у меня есть подписчики с Чуваши. Огромный привет. Подписчики, как бы, позитивные, в комментариях пишут постоянно. Инспектора, ну, тупо зацепило, что я на камеру снимал наш с ним диалог. Обычный диалог, никакого конфликта там ничего не было. Ну, ладно, оформлять так оформлять. Значит, ну, меня туда даже не пропускали, то есть забрали документы, я там ждал, сидел в коридорчике. И хочу отметить такой момент. Пока я там сидел, там, то есть, ходили, то ли опера, то ли кто, ну, то есть, без погон, просто в гражданской форме. И такие, ну, и как бы все же общаются, а типа, а чё? Ну, вот такое дело, там, незаконная перевозка, там, коммерческая деятельность. А оказывается, оказывается, внимание, это я еще по легкой программе к ним заехал. Оказывается, это похожая формулировка еще в уголовном кодексе есть. И они там некоторые, но они такие, прям, как комиссары кота, они там такие ходят с такой походкой, типа, о, давай уголовку можно оформить. Другой там говорит, ой, да это вот не первая часть коапа, там, вот этой статьи, а вторая часть коапа. То есть, определенное давление на тебя создается там, они там обсуждают между собой, то есть, а чувак, где машина стоит, мы сейчас имеем право на штрафстоянку забрать. Машину арестовываете, как? По 5 минуту машину арестовывается. Поэтому же, давайте просто спереди, не занимайтесь у нас. И еще, штрафплощадки у нас заняты все. В общем, такие, довольно-таки, пренеприятные разговоры идут. В итоге, в протоколе, я смотрю, написали, то есть, не что он мне, человек меня заправил, а то, что мне отдали деньги. Ну, видишь, видите, осуществовал предпринимательскую деятельность, я что, предприниматель, что ли? Поэтому без ИП, вы же не ИП, правильно? Я не ИП. А тут написано, что... Перевозили, это уже предпринимательская деятельность. Получали деньги из-за перевозки пассажиров. Независимый был кайфот. Это вот так, чисто по-человечески, это нормально было такое? Человечески, но по-другому никак. Надо было по-сторожению договориться заранее, это не было еще. Такое, как будто, какое-то преступление... Как будем машину осматривать, прошу? Смотрели машину, нет? Хорошо. Смотрели там... Это материал вообще машину вашу должны мы оставить у нас в Дарске до сюда. Как орудие преступления. Я думаю, это вам неинтересно. Протите, даже с площадкой. И, кстати, к слову, вот мы, допустим, человек ехал до Уфы, он мне заправил бак бензина. Все, он мне больше ничего не должен. Чтобы доехать до Уфы, мне вот на этой Гранд-Фитаре, мне нужно 6 таких баков заправить. То есть, примерно я посчитал около, ну, минимум 5, если там 80 км в час ехать. А ведь деньги нам решали, бля, вот, бля, здесь же мне сумка решили, бля, бля, 2700 тысяч долларов, бля, глянь, бля, ты мне, бля, забирал, бля, все, бля, и пояси мне, где мои деньги, бля? Как ты мне отдашь, я тебя, бля, бля, слышь, выку, бля, я тебя, бля, не то, что, бля, всех своих, бля, то есть, человек мне заправил один бак, я не понял, где я там, что заработал, незаконно, озолотился, обогатился, ну, ладно, едем далее. Я, значит, требую в протоколе, чтобы внесли изменения, потому что, я не согласен, я не давал таких показаний, что мне там, деньги давали. Можно подсчитать, что там, подождите, дай, можно подсчитать, что там написано? Не за 2 200 рублей, я уже согласился, лебензин привезти. Дальше считаете, а здесь подпись? Я не буду за 2 200 рублей подписывать, давайте перепишем. Вот здесь напишешь в конце, вот здесь заправил, и все, только переписывай здесь, все, а потом. Давайте я сам перепишу. Потому что мне потом, я не знаю, чем это звучит, чем отличается заправка от наличных? Чем? Ничем. Тем, что наличные, да я не видел. Это натуральная плота, а это денежная микроэнтинка. Правильно? Бензин оба заправил, и все. Чем изменяется? Перестановка с Агайевым, сумма не меняется, правильно? Вот, едем дальше. Еще там очень интересная бумага такая. Тебе дают такую анкеточку, маленькая такая, продолговатый листочек такой. Согласие на смс-информирование называется, но на самом деле, там очень глубокий смысл в этой бумаге. Вот, и я когда начал читать, что-то сомневаться, там полицейский, что-то занервничал, давай подписывай. Ну, в итоге мне куда деваться, блин, деваться некуда. По идее, можно было вообще там в отказ пойти в глухой. Или я не знаю, что делать, по идее, нужно вообще, вот если ездишь на машине, да даже тупо, если из дома выходишь, нужно, чтобы всегда был юрист у тебя на телефоне. Телефон юриста должен быть всегда, ну, твоего, ну, к сожалению, вот так. То есть, у меня на тот момент именно не было. Некому было. Я вот там Сереге позвонил, обозначил, что как, он там что-то рылся в интернете. Вот и все. И что же это будет там мне? Ты же мент, ё-моё. Нормально себя должен вести, что-то это бывает. Да ты не мент, ты как пи***о тебя ведешь. Я бы печи, печи, мент, ты хороший, и что, нормально сейчас было, блядь? А по идее, нужен юрист, который на телефоне скажет конкретно в такой ситуации, что делать. Ну, хотя бы там, примерно тоже. Не каждый юрист тоже про такую ситуацию знает. Такого прям злодея преступника поймали, прям преступление века. Не каждый юрист, наверное, такое слышал, что такое бывает. В то время, когда я там сидел, в этой, в дежурке, там разные веселые вещи происходили, то есть, разных людей, то есть, у кого-то реально что-то украли, кого-то избили, какого-то человека там, он там буянил, привели. Меня же где-то приводит, меня же где-то, блядь, меня же где-то сейчас, блядь, чуть не убить, блядь. Слушай, ты вообще, да, огромную жизнь, блядь, что? А? Я белью. Я прям через себя гонал, скру и блядь. Безыщие крем будет. На улицу можно, надо чуть-чуть выйти? Да. Подышать свежий воздух, просто воздух, Ор, тут ненормальный. Составили вроде все протоколы, меня отпустили, и я поехал дальше. Доехал до Уфы. Что случилось по приезду в Новосибирск? Месяц, два, три, ни ответа, ни привета. хорошо, что никаких документов не изымаются, ни свидетельства, ничего, короче, как вещдоку мне не изъяли, вот за это прям спасибо. Но это я так понял, как в плане одолжения мне сделали. В итоге, уже зимой, мне поступает следующий звонок. Ну да, протокол уже там составляли, я свой адрес проверял, все правильно там было. Все правильно, просто как бы вам объяснили, что вы написали храдостя, соответственно, суд будет задавать сюда уже, вы будете завлечены, как у них, соответственно, рассматривать этот суд, это не один полиция рассматривает, судебный материал. Ну типа, чтобы судить вы меня будете, да? Не я. А кто? Ага, тоже этого района? Вам позвонят, сейчас его разбежусь, я получил, я позвоню, то есть вы не проживаете, либо там будет, мало ли бывает, надо что в человеке. А он что, только дошел, что ли? Я думал, потеряли уже беды? Нет, не потеряли, только пришел. Ага, было-то уже сто лет назад. А там велик мой не нашли, у меня вот велик недавно украли. Про велик у меня нет никакой информации, вы все извините, я пока разбираюсь в том, что в дело, кого куда вывезти. Ну понятно. А то было бы классно, но посудили бы меня, ну и зато велик бы нашли мы. Ну уж, а салит-то не будет, что он начинает, да. Вот это подразумевает, да. И, кстати, по поводу украденного велосипеда, вот здесь будет видос, как у меня его воровали, прям в подробности, там целый фильм. Несколько великов по городу украли, и через полгода вор объявился, причем сам пришел, я узнал через соседей, из СМИ, из новостей о том, что воров поймали, ну то есть, или они сам, сам он пришел. Вот, и есть видос у меня в инстаграме о том, как мне возвращали деньги за этот велосипед. В общем, как я понял, протокол составлен с кучей ошибок. Так, вот здесь, смотрите, вот здесь, правильно, первую очередь, не забывайте, есть подпись. Объяснение можете написать короткое. Почему так получилось? Не успешно. И с исправлением ознакомлен. То есть, мне полицейский позвонил, и она мне спрашивает сначала, вы в Уфе, что ли, проживаете, или что? Тут написано, типа, вы в Уфе живете, адрес там какой-то. Я говорю, нет, я не в Уфе живу, я в Новосибирске. Вы же с Новосибирска, с моего районного, как бы, отделения уже звонили. Любой, там, более-менее, грамотный юрист сможет все это дело развалить. Но посыл вообще, какой моего ролика? Я, пусть там меня судят, я там заплачу, там, эти 5 тысяч, или, может, там, с 50% скидкой можно это сделать будет. Не суть. Я часто путешествую по стране. Я не хочу нарушать закон. Я хочу понять, я нарушаю закон или нет, потому что мне кажется, что я не нарушаю закон. Объясню. Вот официальное приложение. Вот мы берем, смотрим, вот это Света, Лена, все вот эти, кто создают поездки, Александр, Сергей, Игорь. То есть, любого человека можно взять и осудить сейчас, кого захочется. Просто захочется галочку полицейскому там поставить, да, перед этим, перед отчетом, или как, что там у них бывает. Хоп, поехал, там, осудил трех, четырех человек, да, хоть по Куапу, но все равно, допустим, если человек где-то работает в какой-то структуре, тем же приставом или в таможне, ему явно по головке его не погладят за это. А просто на дачу ездит, там, да, сто километров, берет попутчиков. Его взяли, вот так посудили. Есть такой параметр в Балбакаре, такая категория пользователей, ИП, который, я так понял, там автобусик такой нарисован, транспорт, который, я так понял, официально работают, как ИП, и его осуществляют перевозки. Вот. Какой посыл ролика вообще? Я хотел бы, кстати, первое видео, которое я прям прошу распространить, там где-то там репост сделать, вот, такое серьезное достаточно, потому что это касается реально многих, десятки тысяч, я не знаю, может даже сотни тысяч каждый год создают поездки, ездят по Балбакару, да даже вот эту машину Сузуги Гранд Витару, я ездил покупать ее в Тульскую область, там на границу с Орловской, ехал по Балбакару, очень удобно, можно было на автобусе это сделать, но это дороже, неудобнее, там три автобуса в день, ну, в общем, я точно уже не помню, на Балбакаре я нашел там в трех станциях метро от меня, человек ехал, за 500 что ли рублей меня довез, вообще просто благодать, очень удобно для народа, понимаете, но хотелось бы, чтобы этот видос посмотрел, возможно, кто-то, кто там, я не знаю, какие-то решения принимает, или что-то можно порядок в этом навести, то есть, либо отмените этот Балбакар, заблокируйте его от нас, от обычных граждан, то есть, оставьте только ИПшникам, то есть, если ты не ИП, тебе нельзя им пользоваться, если ты, допустим, ИП, то, пожалуйста, там, перевози, по идее, это же с Европы приложение пошло, то есть, суть в том, что, я читал правила, ты оплачиваешь, то есть, тебе оплачивают, если ты водитель, бензин, пассажиры, скидываются, грубо говоря, на топливо, либо даже не скидываются, вот, как в моем случае, там, часть топлива, небольшую часть, мне человек заправил, ну, и все, едем, как бы, тут дело, ты даже не в топливе, вот, когда ты едешь 3 дня, и начинаешь засыпать, вот, я прям по себе знаю, много раз перегонял машину, вот, 100% помогает от сна, это только разговор с кем-то, никакие эти, Red Bull, или кто-то, что там бывает, все это, начинаешь засыпать, это очень небезопасно, бывает, нужно еще, допустим, 100 километров до мотеля проехать, ну, а устал быстро, ты начал засыпать, просто начинаешь с кем-то разговаривать, на отвлеченную тему, все, у тебя сон уходит, ну, по крайней мере, по мне так, но, давайте признаемся честно, это еще и, как бы, часть выживания тоже, вот, допустим, в 2008 году, я пригонял, Honda CR-V, тоже кроссовер с полным приводом, ну, примерно расход плюс-минус, такой же, так вот, на бензин я тогда потратил, сами знаете, что он стоил совсем других денег, на бензин я тогда потратил, где-то в 2, а, по-моему, и в 3 раза меньше, сейчас в районе 15 тысяч нужно, чтобы приехать домой, просто чисто на бензин, и вот такой способ, ну, то есть, он для граждан, ну, он вообще только одни плюсы, возможно, какие-то преступления, да, ты незнакомого человека везешь, но преступлений много, и в метро, и на улицах, огромное количество преступлений, были какие-то по блаблакару, даже резонансные там, которые в СМИ побали, там, убили там кого-то, вот, ну, одного человека убили по блаблакару, а сколько человек убивается без блаблакара? Не знаю, как бы, просто не хочется нарушать закон, и хочется понимать, хочется, чтобы порядок в этой системе навели, в общем, сейчас уже более полугода прошло, с того звонка с полицией, ни ответа, ни привета, никто мне не звонит, ну, то есть, я на телефоне, как бы, на связи, ребят, все, кто пользовался тоже сервисом, попутчиков, кто что-то знает, напишите в комментариях тоже, какие-то случаи, или, может, в личку там напишите, или, если что-то конфиденциальное, просто, ну, статистику, потому что я говорю, по интернету поискал, то есть, увидел только что, реально контрольные закупки, поэтому даже проводятся, вот прям преступники мира-то какие, мы прям, махинации такие прям раскрываются, просто Пуаро отдыхает, не знаю, я с огромным уважением к полицейским, к настоящим полицейским отношусь, к инспекторам тем же, но те, кто вот такими вещами занимается, я не знаю, что-то какое-то сомнение у меня, либо вот эти, как я гнал тачку, это Сузуки, там черточки высматривают на трассе, и пытаются тебе сказать, что ты что-то нарушил, когда ты ничего не нарушал, да даже если бы задел, там черточку задел, когда с обгоном возвращался, все что ли, права забирать? то есть есть какие-то несостыковки, какие-то лазейки, получается, в законах, да, и по идее граждане страдают, да, я не знаю, возможно вообще такая практика, там по всей России, эти контрольные закупки делают, там, и так далее, но это же не дело, ребят, понимаете, у человека, допустим, машину на штрафняк забирают, да, на неделю, до суда, возможно, это его единственное средство за заработка, допустим, тут он на дачу поехал, да, и попутчиков повез, а в будние дни он там экспедитором кем-то работает, или там что-то развозит на машине, мне кажется, дичь полнейшая, то есть либо его заблокируете, но вообще это удобное приложение, которое пришло из Европы, я так понимаю, то есть там это все развивается, и не знаю, судят ли там в Европе за это, мне кажется, нет, ладно, парни, спасибо большое, что досмотрели видос до конца, следующее видео будет видео перегона, всем счастливо!